всем привет очередная камера видеонаблюдения на обзоре прислана на обзор интернет-магазином смарт хата в украине на котором вы можете найти эту камеру в продаже уже сегодня в украине и много других камер и элементов умного дома переходите по ссылке и ознакомьтесь модель камеры ст 428 4 м дубл лэнд скорее всего ну да 2 2 объектива имеется в виду модель камеры 12 вольт 4 мегапикселя посмотрим как в этот раз они приплюсовали 2 плюс 2 наверное получилось 4 как обычно это делают или же на каждой матрица 44 мегапикселя бюджетный вариант камеры которые привыкли видеть и на алиэкспресс они есть продажи ссылку я также оставлю кому удобно в украине уже заходите именно вот эту можете покупать сразу после обзора или же в на алиэкспресс можно увидеть на инструкции сразу приложение какое qr-код ipc 360 home не популярное приложение ну вот такие камеры затачивают под вот это вот приложение можно посмотреть сразу все что касаемо камеры какие элементы где устанавливать карту памяти куда подключать блок питания все остальное мы этого делать смотреть не будем мы будем сразу подключать муфта на rj 45 и крепежные элементы стандартный блок питания 12 вольтовый с коротким кабелем с небольшим можно прикупить удлинитель по питанию или же сделать самому до 10 метров просадка зависит от кабеля от качества кабеля ну и от качества блока питания блок питания дешевенький в 12 вольт 2000 миллиампер но скорее всего 1 ампер ник камере хватает с головой такого блока питания и вот посмотрите на этого осьминога не знаю зачем было делать такое чудо но они его сделали но это не самое интересное в этой камере количество антенн потому что подключена всего лишь одна антенна кстати антенны и изымаются изымаются вот таким вот образом то есть вы можете получить камеру оставить в ней одну антенну остальные использовать где-то в другом месте что здесь и интересно это то что она имеет две камеры одна поворотная камера и плюс еще лет светодиоды прожекторы такие которые вместе с камерой будут у попере направляться и подсвечивать кстати очень отличный вариант мощные вот эти вот светодиоды то есть лет прожекторы здесь установлены модуль с ик прожекторами с невидимыми ночной подсветки и плюс еще лет светодиоды тоже установлены и есть еще статическая камера которая имеет широкоугольный объектив и по-видимому наверно 2 и 8 миллиметра посмотрим дальше и она плюс еще регулируемая я вам показывал камеру в которой не регулируемая данная камера в этом варианте мы можем ее регулировать по по вертикали таким вот образом кстати очень туго фиксация тугая можно наклонить вниз полностью можно поднять наверное чуть ли не в обратную сторону до чтоб камера то есть камера смотрела в обратную сторону тут как бы смысла нету а вот этот вариант в нужных диапазонах очень кстати удобно той камере именно не хватало регулировки статической камеры по высоте камера в стандартном корпусе корпус проверенный временем пластик ну все работает под дождем под снегом под осадками камера может работать здесь все герметично все части имеются прокладки то есть все защищено стандартно разъемы на кабели отводы для подключения интернет кабеля камера по кабелю может работать может работать по вай фай видите вы наличие антенны вай фай питание разъем и кнопка сброса к заводским установкам все по стандарту по-видимому нестандартный как у какой-то не часто встречающийся объектив установлен судя из его по его виду наверное 6 миллиметровый держка карт памяти имеется по стандарту под толстой заглушкой там же кнопка сброса дубля дубляж и слот для карты памяти поддержка до 128 гигабайт ставлю на 32 все это проделываем при отключенной камере карта памяти это чисто хранилище делал видео и по этому поводу никаких драйверов ничего здесь нету чисто хранилище может камера работать и без карты памяти может работать с картой памяти но есть нюансы также по карте памяти смотрите моменты вдруг установили карту памяти камера начала какие-то чудить может не подключается или же пропадает из сети иногда первым делом выключаем камеру изымаем карту памяти и пробуем камеру работу камеры без карты памяти потому что вот такие влияния может оказывать карта памяти некачественная на работу камеры подключаю разъем питания по стандарту и в розетку 220 стандартная загрузка какие-то даже есть светящиеся элементы красные светодиоды то есть просто красные светодиоды до пошел тестовый режим по стандарту богу серьезный такой звук из динамика камера имеет микрофон камера имеет динамик то есть полностью система мини система видеонаблюдения состоящая из двух камер из двух отдельных камер у вас будут две картинки в одной и не айпи си 360 home регистрация обычная почта приходит подтверждение список устройств пустой список устройств нет камер есть камеры есть жмем плюс по стандарту различные разрешения далее сканируйте qr-код вашей с наклейки на камере сканирую отлично мой свет вспыхивает красным мой свет как вариант можно сделать сброс вдруг каких-то моментов нету удерживаем кнопку сброса больше десяти секунд камера сбрасывается давайте наверное это и сделаем потому что что-то ничего не вспыхивает нажал и удерживая камера перезагружается и начинаем процесс сначала нашел где вспыхивает вспыхивает вон там вон плюс далее копирую снимаю кио варкод мой свет камеры вспыхивает красным подключиться к сети в общем-то кликаешь просто и все добавление вроде бы как несложно желательно еще один момент при первой привязке камеры вот именно вот этой вот этой процедуры роутер вайфай роутер которому вы привязываете сейчас по вайфаю камеру должен быть не рядом подтвердил пароль вайфая доступа к вайфаю роутера и пошла загрузка устройства подключение к домашней сети присваиваете что хотите или из готовых выбираете окей далее идет инструкции кстати полезно почитать потому что там нужно делать сопоставление двух линз будет делать нужно то можно обознакомиться с этими вот советами далее сопоставление двух объективов соответствие линзы под сопоставлением вы можете нажать обязательно область для широк на широкоугольном элементе объектива отслеживать движение даже есть отслеживание движения можно сейчас все сразу включить пошло сопоставление линзы моменты в этом приложении есть я вам показывал уже до этого камеры с этим приложением один минус и сразу огромный минус это привязка к облаку для получения там функции определения человека маша автомобиля животного но даже привязав к облаку как-то но сыровато работает если значок фокусировки изображения ну то есть нужно чтоб все это дело совпало но желательно это все делать уже на территории когда вынесли камеру чтобы видеть объект которым будем сопоставлять отслеживать движение ну давайте включим при включении режима отслеживания телеобъектив автоматически обратиться к тому где движение обнаружено широкоугольной линзой то есть такой вот алгоритм работы определяет это дает команду этой это поворачивается и следит за объектом ну следит следит в двух плоскостях в общем то все камера вот две картинки и звук все есть возвращается назад в заданное положение после слежения это у нас получается верхние широкоугольный телеобъектив то есть телеобъектив дальнобойный верх широкий угол и вот опять дается команда ну работает по картинке с камеры отличный вариант два объектива две картинки с двух с двух камер отдельно дальнобойная камера телевик и широкоугольный вариант переключение возможно картинка очень классная качественная детализированная понятно что здесь нету оптического зума идеальный вариант был бы эта камера со статической широкоугольной и с поворотной с оптическим зумом был бы вообще отличнейший вариант различные варианты просмотров и первый минус это то что данная камера не имеет он их протокола и и невозможно вывести на видеорегистратор по крайней мере на мой экс маевский мой экс маевский видеорегистратор камеру домашней сети не находит нигде просмотр чисто со смартфона можно заходить на карту памяти пишет камера на карту памяти по событиям может писать может писать постоянную запись как поставите приложение ну много всего можно даже выключать и к светодиоды в ночные режимы черные черно-белый ночной режим цветной ночной режим все в общем то что непонятно можно понять прочитать сирены сбросить позицию углы съемки можно говорить в динамике кстати динамик очень мощный и громкость даже регулировать динамиком можно основные моменты микрофон есть звук с улицы есть очень хороший микрофон качественный на нормальный звук без всяких помех записать на приложение в смартфоне сделать видео сделать фото на смартфоне также сохраняется в папку смартфона потом можно поделиться с людьми полноэкранный режим и в случае двух наличия двух камер у вас будет две камеры по 4 картинки с двух камер поворотной камерой можно управлять с помощью статической камеры перенаправлять камеру выбрали место таким вот прицелом и камеру поставили кстати очень ну картинка очень детализированная классная не такая детализированная широкоугольного объектива понятно из-за чего из-за того что широкоугольные объективы именно страдают тем что угол тогда широкий а картинка ну не столь детализировано а вот телеобъектив ну просто супер можно и номера почитать автомобилей но опять же на определенном расстоянии также можно управление поворотной камерой делать помощь с помощью джойстика на самой картинке вот камеру перенаправлять полностью смотрит назад но не не 360 по кругу не вращается но это бюджетный вариант тут тут не нужно как бы надеяться на что-то эта камера этой камерой управления в ее пределах нужно повернуть дальше управлять управляете джойстиком опять же все есть все есть все настройки карты памяти форматирования настройка режима записи в каком в каком формате даже там писать можно выбрать в качестве hd качество или легкое качество видеозвук то есть красочный черно-белый имеется ввиду три ночных режима звук громкости динамика выключать включать микрофон и обновление будет если то есть все здесь есть перезагрузить устройство удалить устройство тут все понятно и об устройстве также есть информация можно посмотреть там и внутренние пи адрес и вся вся информация есть в общем-то камера вот как одиночный вариант если вам нужно камера видеонаблюдения чисто со смартфона но я думаю есть пока и то есть клиент и на компьютер можно поставить именно и писи 360 из компьютера также вести видеонаблюдение и писать на папку компьютера с камеры как работает слежение это камера дает этой камеры команду на поворот в общем то вот в пределах этой камеры и эта камера и проследила сразу эта камера перекручивается когда дает команду статическая камера а потом догоняет уже впоследствии объект догонять но это автомобиль проезжал так вот слежение прошло и возвращается в заданную позицию откуда она начинала слежение позицию перенастроить я так понял можно вручную сейчас я перенастрою ее ну перед этим скорее всего нужно выключить слежение перенастроить камеру и потом в этом положении слежение включить и тогда камера будет возвращаться заданное положение то есть камера может смотреть сюда вот вообще в другую сторону не в ту куда статическая смотрит тут объект движется и камера резко поворачивается за объектом но четкость картинки ну хорошая видите сейчас вот люди идут здесь и тогда уже поворотная камера начинает их догонять вот так вот так ну двух плоскостях следить немного притормаживание это скорее всего чуть позже я ее только подключил к сети произойдет адаптация все будет думаю нормально опять же есть возможность переключать качество sd качество или hd качество но напрямую зависит от этого видите битрейт уменьшился пропускная способность интернета если плохая то в sd качестве картинка не будет тормозить не будет лагать то если нужно но он следит она даже вот так следит не давая команды эта камера это следит за автомобилями движущимися там алгоритм как-то вот не совсем понятен ну вот вернулась назад а вернулась за объектом по команде нижней камеры ну прикольно наблюдать все это факт тому что слежение слежением вы его можете включить и выключить если нужно она побаловались там или же реально нужно последило выключили и камера у вас просто как устройство два в одном две камеры в одном устройстве эту направили куда надо пишет это остается вверх вниз и отрегулировали также пишет на карту памяти в разделе тревога есть возможность опять же подключиться к облаку ну вот пока этим страдают только вот эти вот камеры с приложением ipc 360 других я не встречал именно если хочешь чтоб интеллектуально распознавала людей животных автомобилей то подписывайся в облако на прошлую камеру я подписался но так и не получил желаемого богатые уведомления какие-то тоже тоже облака активируй в общем то можно посмотреть облака недорого стоит можно просто на месяц пробный период взять попробовать что это и к чему сирена сигнальная лампа свет не горит при обнаружении движения ну куча здесь всего надо пробовать сирена но понятно из динамика будет звучать при обнаружении движения того или иного многие спрашивают по записи воспроизведения прямой эфир воспроизведения с карты и воспроизведения с облака если активно с карты пишется две картинки вот так вот две картинки пишется это сейчас воспроизведение идет карты памяти и кто как я поставил тревожные пишется по определила движение объекта и запись пишет кстати это вот следит ну следит нормально неплохо следит на большом расстоянии не знаю определяет она там что-то или нет но факт тому что за объектами прослеживает и широкоугольный тоже отличный вариант то есть как по картинке камера ну очень таки хорошая можно просматривать так это все в записи сейчас идет и и кстати при просмотре также можно менять менять объективы это сейчас идет да все в записи проходит мы пролистываете как обычно протягиваете фиксируете скачиваете ролик скачиваете на папку смартфона делитесь то здесь моменты моменты все те же самые увеличить можно для удобства по времени подать и календарь вызвать другой другой день чем емкость не карта памяти тем больше на ней видео будет сохраняться этого понятно ночная картинка с камеры очень хорошая с двух объективов с двух камер отличный вариант одинаковая по качеству что с широкоугольного объектива что с дальнобойного днем камера следила опять же но были моменты хорошо были моменты плохо были моменты пропуски то есть ничего удивительного стандартное бюджетное слежение ночью вот вариант перри направляем поворотную камеру к примеру другое место именно вот это так стоп перекрутил именно вот это тот вариант когда огромный плюс камеры то что камера пишет картинку из двух положений поворотная перри направляешь статическая остается контролировать ситуацию перед самой камерой кто-то лезет к камере например а этот поворотная отвернута в другую сторону эта камера зафиксирует все моменты так а кстати есть еще и зумирование цифровое зумирование даже показывает на каком какого качества зумирования то есть вот так вот ну тоже неплохой вариант кстати лучше конечно вот так это делать и также можно зумировать днем понятно картинка будет лучше ну ночью с потерей качества с большой детализация шумов практически незаметно но опять же если присматриваться туда а общий общий план довольно таки хороший вариант с отключением и к светодиодов до работает видите и к светодиоды полностью отключены кому надо такой вариант в этой камере имеется и верхняя камера и нижняя света и к светодиоды ночной подсветки отключены включаем многие спрашивали многим нужно было что подключать вот таким вот образом есть возможность отключать три ночных режима черно-белый переключаем на красочный имеется ввиду цветной с использованием лет прожекторов ну и вот в общем то видно лет прожектор установлены на на камере поворотной на нижней но лучше их виден и с с этой камеры со статической ну такая себе картинка погодные условия еще дождь идет слякоть сырость с большой высоты понятно что не бы не будут эффективные тела и светодиоды прожекторы а вот с небольшой высоты эффективность есть и опять же возможно включение их по движению по объекту двигается объект включились потом выключились ночное видение можно перейти в настройки и вот здесь вот все есть красочный показывает свете все описано вопрос нажимаешь и просматриваешь понятно авто светодиодный свет именно по движению можно выключить и оставить чисто включенный в любом в любое время то есть до утра до наступления утра будут светить прожекторы независимо движение или не движение и в цвете показывать авто это именно по движению черно-белый черно-белый есть и авто и к цвет свет давайте посмотрим и к свет улучшает качество черно-белых видений в темноте в автомате то есть при наступлении темноты переключается камера в черно-белый режим и к фильтр механический переводит ее день-ночь черно-белый и автоматически включаются и к светодиоды но можно их выключить в автомате они не будут включаться ну кому как смотрите картинка в некоторых моментах становится более резче если имеется какое-то дополнительное там уличное освещение приключение к светодиода вот такой вот момент происходит много вот интересных вот этих нужных причем настроек вроде бы кто-то скажет ну зачем оно нужно но в некоторых ситуациях это очень нужно даже основной свой функционал камера выполнять но я считаю из 5 давайте на четверочку вот это дополнительное слежение там вот эти все моменты определение каких-то объектов при подключении облака но как бы она еще сыровато и но слежением уже можно пользоваться если немного воздвижущихся объектов на улице не часто движение включайте камера будет записывать мне кажется будет адекватно если много то она просто не будет успевать будет такой себе сыр бур но камера основная статическая следит а это себе головой уже мотает туда-сюда и запись сохраняется как вы видите очень классно что с двух камер одновременно на карте памяти на сегодня все ссылка на камеру под видео и в украине есть уже на смарт хате и на алиэкспрессе также оставляю можно брать проверено всем удачи и до следующих видео